Новая мода угонщиков – вставлять палки в колеса. Шампуры или отвертки тоже идут в дело, лишь бы выманить водителя из салона. А это старый, но по-прежнему действенный прием – банка на веревке. Водитель трогается, слышит, подозрительный скрежет и выходит посмотреть, в чем дело. Ну а дальше все предсказуемо. Способов много. Вежливый угонщик может предупредить вас о спущенном колесе. Или оставленном на улице пакете с продуктами, если вы у супермаркета. Продолжает лидировать все-таки наш отечественный автопром. При японского производства автомашины также сильно похищаются. От 5 до 25 автомашин может похищаться в день в городе Москве. Случаев кражи из салона в десятки раз больше. Ради легкой добычи преступники могут, например, испачкать лобовое стекло. И пока владелец машины старательно оттирает грязь, вор забирает. Проглянувшуюся вещь. Преступник может задать отвлекающий вопрос жертве. А в это время напарник без шума и пыли за каких-то 10 секунд угоняет все, что плохо лежит на сиденье. Лучшая защита от краж такого типа – бдительность, помноженная на осторожность. Перед тем, как сесть в автомобиль, не поленитесь и обойдите его вокруг. Осмотрите колеса, под ними могут быть гвозди. Отбросьте подальше все подозрительное – палки, лески. Загляните в выхлопную трубу. Вдруг там что-то притаилось. Выходите всего на секундочку, все равно берите сумку или кошелек с собой. Да, не очень удобно, но остаться без ценных вещей или того хуже без машины – неудобно вдвойне. Позабойтесь о сохранности автомобиля и ваше отсутствие. Сотрудники полиции назвали самые действенные средства защиты от угонщиков. Я все-таки сторонник дополнительных реле, которые отключают тот или иной прибор автомашины, без которого автомашина не может двигаться. А вот замок коробки передач. Защита, по мнению автоэкспертов, сомнительная. Ручки переключения передач сейчас в современных автомобилях имеют, как правило, тросик оттуда из салона сюда в подкапотное пространство. Во-первых, его можно здесь перекусить. Менее габаритная, но более действенная охранная система и мобилайзер. Блокировка двигателя. Управление происходит при помощи метки или особого ключа, похожего на домофонный. Устройство в таком большом капоте можно легко и надежно скрыть. Для того, чтобы усложнить его задачу, нам необходимо перекрыть доступ в подкапотное пространство. Именно здесь выступает замок капота, который представляет из себя некий штырь, который ставится на крышку капота. Получается двойная защита. Спилить штырь не получится, помешают специальные трубки. Ольга Киба, Александр Зиберев, Иван Анастасьин. Настроение.